Добрый вечер! 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 является оформление главного западного фасада, который мы сейчас с вами увидим чуть крупнее. И здесь одним из таких важных элементов, как и в любой романской постройке, в первую очередь в Италии, конечно, являются аркады, которые здесь несколькими ярусами и перспективными в верхних ярусах аркадами украшают фасад. Фрагмент. Одно из них мы сможем с вами увидеть. И в этом отношении Феррарский собор является, в общем, достаточно типичным памятником. Есть аналоги и в других североитальянских городах. В частности, в североитальянских городах существенным элементом оформления фасадов были так называемые протиры. Протир в итальянской архитектуре – это небольшой портик, который защищал от осадков главный портал сооружения. И вот здесь, на этом слайде, мы с вами видим фрагменты оформления портала и как раз фрагменты оформления протира. Это фигуры льва, они традиционные, и мы их можем с вами увидеть и в других итальянских сооружениях этого времени. В частности, очень эффектный протир оформляет церковь Сан-Дзена в Вероне. И замечательную фигуру Атланта, которая выседает на этом льве и поддерживает колонны. К сожалению, времени сохранило для нас оформление южного фасада, которое было чрезвычайно интересно. И сейчас мы с вами видим южную стену собора, которая в XVIII столетии, в период между 1717 и 1738-1736 годами была подвергнута реконструкции. Были построены торговые ряды, остатки которых вы сейчас тоже можете наблюдать. И в ходе этой реконструкции, к сожалению, были сняты с фасада, но, к нашему великому счастью, сохранены удивительные рельефы, которые сегодня можно увидеть рядом с собором в соседнем здании, в музее собора. Это рельефы, которые когда-то украшали так называемый портал пилигримов. Это был вход для паломников, шедших из Рима или в Рим, и украшали этот портал изображения месяцев. Но эти рельефы были столь популярны и столь любимы, что очень скоро портал перестали называть порталом пилигримов и стали именовать его портале Деймези, порталом месяцев. И надо сказать, что это действительно удивительный памятник романской скульптуры, который, к сожалению, в частности в русскоязычной литературе очень мало изучен и мало освещен, а он достоин внимания и, мне даже хочется сказать, восхищения. Перед нами я вам покажу сейчас несколько фрагментов, несколько рельефов из этой серии, которая была создана в 20-е годы XIII века. Сейчас большинство исследователей датируют рельефы портала месяцев именно этим периодом. К этому времени, безусловно, уже были подобного рода примеры. И вообще изображение, аллегория лицетворения месяцев и изображение тех занятий, которым люди предаются в тот или иной период года, то есть сезонные, если можно так сказать, работы, они достаточно часто изображаются. И мы с вами прекрасно знаем более поздние примеры, наиболее яркие из которых – это, конечно же, изображение месяцев в великолепнейшем часослове герцога Берийского. Но это уже начало XV столетия. А мы сейчас с вами видим памятник, еще раз говорю, начала XIII века. Перед нами, несложно догадаться, изображение января. Потому что, как вы видите, античная традиция изображения бога Януса, от имени которого и происходит название месяца, она здесь сохраняется. Удивительная проработка лиц, очень выразительные лица в рельефах портала месяцев. Замечательная трактовка складок. Она, конечно, характерна для романской архитектуры. Ой, простите, скульптуры. Ну и, безусловно, для меня-то просто мой любимый персонаж. Это изображение сентября. Мужчина, который занимается сбором винограда для итальянской сельскохозяйственной традиции, конечно, для всей итальянской культуры. Это, безусловно, как и всей Средиземноморской, это, безусловно, очень такой важный ключевой момент. Плюс, конечно же, здесь работает и христианская символика. Так вот, изображение мужчины, олицетворяющего сентябрь, поражает чрезвычайной подробностью и таким чрезвычайным вниманием и точностью в передаче, конечно, не столько анатомического строения, сколько вот такого ощущения тела, работы человека и вот таких деталей, которые мы можем увидеть на этом более крупном фрагменте. Посмотрите на руки, посмотрите на этот чудесный чипец, который надевали работники для того, чтобы виноград не попадал им на голову, как даже, можно сказать, трогательно смотрится эта фигура и сколь бережно он относится к тому, что делает. И вот такого уровня взгляд и такого трепета в передаче реальной действительности мы не так часто можем увидеть в романских памятниках. И, конечно же, мастер, который выполнил эти произведения, сейчас я вам хочу показать еще два рельефа, это олицетворение марта и апреля и декабрь. Это молодой человек, который питается молоком козы. И в этом рельефе, хочу обратить ваше внимание, проявляется еще и безусловный интерес и знакомство с римскими памятниками. Это сказывается в изображении древнеримскими памятниками, это сказывается в изображении ветки, которую мы видим с вами на заднем плане. Вообще хочется сказать, что изображение пейзажных мотивов в рельефе и вообще в скульптуре не так часто встречается, а здесь мы с вами видим такие замечательные примеры. Так вот, мастер, который выполнял эти рельефы, безусловно, был не просто очень талантливым и одаренным, он, безусловно, обладал очень хорошей школой. И в последнее время специалисты говорят о том, что автор рельефов портала месяцев Феррарского собора был учеником или принадлежал к школе одного из самых известных скульпторов романской эпохи, Бенедетта Антеллами, который, в частности, в парме для баптистерия выполнил цикл на аналогичные сюжеты. Ну а вообще для Феррары, как мы с вами чуть позже увидим, тема изображения месяцев и тема изображения вот этих сезонных занятий людей, она будет особо интересной. Ну а пока еще одно скульптурное изображение, украшающее один из порталов собора, это изображение святого Георгия, которому, как я уже говорила, посвящен собор. И, собственно, понятно, что в живописном убранстве собора изображения святого Георгия также появлялись неоднократно. В частности, один из ключевых памятников как для собора, так и для всей феррарской школы живописи являются эти картины, оформлявшие орган, это двусторонние створки. Я прошу прощения, тут накладка небольшая с подписью получилась, красная лишняя. Так вот, это изображение святого Георгия и принцессы Трапезунской на одной стороне и благовещения на другой стороне. Козима Тура был ключевой фигурой в феррарской школе живописи, которая очень активно развивается в 60-е и 70-е годы 15-го столетия. И, собственно, во многом ее расцвету способствовали как раз-таки правители города, представители семьи Десты, в частности, Борса Десты, который заказал немало работ, а до него еще и Лионелла Десты. И они, собственно, и начинают активно обустраивать город уже в 13-м столетии. Собственно, первым правителем города был обидцов второй Десты. И при нем начинают строить дворец, который находится фактически напротив собора. Но мы сейчас с вами сконцентрируемся и обратим основное наше внимание на все-таки замок. Потому что дворец будет чуть позже перестроен, и мы к нему еще вернемся. А замок, большей своей части, собственно, основной его объем, строился в конце 14-го столетия. И архитектор, с именем которого связано строительство этого замечательного фортификационного сооружения, был Бартолино до Новарре. Это был архитектор Ферраре, архитектор, работавший для семьи Десты в период с конца 60-х годов. Первое упоминание о нем относится к 1368 году. Ну а то, что мы сейчас с вами видим, это часть, собственно, огромного комплекса дворца, который дает нам возможность поговорить вообще о военной фортификационной архитектуре Италии 14-го века. И, как мы с вами впоследствии поймем, разговор этот в этих стенах вполне непраздный, скажем так. Итак, Бартолино до Новарро для семьи Десты начинает строительство Костелло Эстензе. начинает его строить с 1385 года. И строят по всем правилам фортификационных сооружений того времени. Как мы сейчас с вами увидим, это квадратная в плане крепость, по углам которой расположены башни, и окружена эта крепость рвом. Ров широкий, и сейчас, как вы видите, достаточно эффектные виды могут открываться. Любопытно, что при строительстве крепости в конце 14-го века была использована башня, которая существовала на этом месте раньше. Это наблюдательная башня, построенная уже к началу 13-го столетия, входившая в оборонительное кольцо стен на севере города. Костелло Эстензе находится буквально в двух минутах ходьбы от собора, севернее собора. И, соответственно, вот эта стена, в которую входила башня Львов, о которой, собственно, идет сейчас речь, уже стояла на этом месте, когда Бартолино до Новарро приступил к работам. И он включил и органично включил башню в ансамбль крепости. Крепость или замок, мы можем употреблять и то, и другое слово. И, как мы понимаем с вами, мы уже привыкли к слову Костелло. Ну и сейчас перед нами как раз башня Львов, включенная в ансамбль замка. А это, собственно, план, на котором желтым выделена башня Львов. И мы видим, что она самая объемная среди четырех угловых башен Костелло Эстензе. Ну а слева мы видим прорисовку, объемную прорисовку замка, которая позволяет нам, на мой взгляд, очень убедительно оценить все защитные способности крепости. Итальянские архитекторы в тот период вырабатывают достаточно четкие правила. Они строят изолированные, достаточно компактные, симметричные блоки, которые в центре содержали двор прямоугольный или квадратный. И обязательно угловые башни, это, собственно, позволяло вести эффективную оборону. Иногда такая симметричная конструкция нарушалась с включением дополнительных башен и более сложной объемной планометрической системой. Что касается Костелло Эстензе, то это действительно достаточно компактный объем, ну, компактный с точки зрения плана, но не с точки зрения размеров, как мы сейчас с вами увидим. И, безусловно, ров и мосты, перекинутые через ров, имеют тоже большое значение. Ну и, как вы видите, на это тоже хочется обратить отдельное внимание. Материал, который преимущественно использует Бартолино Денаваро, это кирпич. Кирпич был традиционен для североитальянской архитектуры. Это был основной строительный материал при возведении крепостей. Сегодня Костелло Эстензе функционирует как музей. Мы можем с вами пройти внутрь, посмотреть на двор. Вообще гражданская архитектура, она даже больше, чем архитектура культовая, более традиционная. И дольше сохраняются устоявшиеся традиции, мощные стены, за которыми и скрываются, собственно, более изящные объемы, в чем мы с вами неоднократно можем в дальнейшем убедиться. Ну и как раз вот один из переходов по мосту, через который вы переходите ров, проходите сквозь стены и оказываетесь во внутреннем дворе Костелло Эстензе. Бортолино де Наварро строил для семьи Десты еще одну крепость, так называемая Костелло дель Рокке или Рокко Эстензе. Рокко – это еще одно название крепости. Они обычно возводились на скале, собственно, с этой Костелло Эстензе в местечке финале Эмилия в провинции Модена, это недалеко от Феррары, это были земли, которые также принадлежали семейству Десты. Строилась эта крепость Бортолино де Наварро в самом начале 15-го столетия в 1402 году. И вторая фотография финале Эмилия и Рокко Эстензе, фотография печальная, это последствия землетрясения 2012 года. Надо сказать, что те области, о которых мы сегодня говорим, Феррары и регион Эмилия Романия, к сожалению, периодически страдают от землетрясений. И вот последняя крупная у нас с вами, что называется, в памяти, это землетрясение 2012 года, после которого многие музеи севера Италии вынуждены были ограничить доступ посетителей в целый ряд помещений или столкнулись вот с такими устрашающими разрушениями, как мы видим на этой фотографии Рокко Эстензе. И еще одну крепость, правда, уже для других заказчиков, построил Бартолино де Наварро. Это замок Святого Георгия или Костелло ди Сан-Джорджио в Мантуй. В 1395 году он приступает к строительству крепости по заказу Франческо I Гонзага. Он разрабатывает планы и строит крепость, которую семья Гонзага будет ценить и которую впоследствии уже в 15-м столетии, когда она все-таки уже крепость потеряет свою первоочередную оборонительную защитную функцию, они включат, как мы сейчас с вами увидим, в большой комплекс дворца. Мы сейчас вернемся к предыдущему слайду. Пока я хотела бы обратить ваше внимание, что же будет потом происходить в 15-м и начале 16-го столетия. Костелло ди Сан-Джорджио, который строит Бартолино де Наварро. Вот он. И обратите внимание, наверху мы с вами можем сравнить два плана, да, план Феррарского замка, который мы только что с вами достаточно продробно посмотрели, и план Монтуанского замка Костелло ди Сан-Джорджио. Как вы видите, можно сказать, что Бартолино де Наварро повторяет схему, и ему опять интересен вот такой компактный объем, он работает с квадратом, он работает в первую очередь с угловыми башнями, и в результате действительно хочется сказать, что вот все три крепости, которые мы с вами посмотрели, они действительно принадлежат руке одного мастера. Даже так, смотря на эти фотографии одна за другой, ты понимаешь, что они действительно имеют много общего. Любопытно, что у замка Святого Георгия, построенного, еще раз говорю, для семьи Гонзага, и перестройка которого, в частности, занимался ледовик Гонзага в середине 15-го столетия. Есть еще одна замечательная связь с семьей Десты, именно Костелло ди Сан-Джорджио особенно облюбовала Изабелла Десты, супруга Франческо II Гонзага и представительница семьи Десты. О ней мы еще сегодня тоже с вами поговорим. Ну и посмотрев на работы Бартолина Донавара, я не могу вам не показать еще одну крепость. Это Кастельвекио в Вероне. Она более ранняя. Ее строят в середине 14-го столетия, в период с 1354 по 1376 год. Правители Вероны Скалиджеры. И сейчас мы с вами видим общий вид крепости. А это несколько фрагментов, в частности, знаменитый мост Скалиджеров, в котором, я думаю, вы без труда узнаете знакомое очертание. Я не стала ставить фотографию стен Московского Кремля, в которых, как вы понимаете, итальянские архитекторы, приглашенные Иваном III в Москву, повторили элементы фортификационных сооружений, в первую очередь, северо-итальянских крепостей. Мерлоны в виде ласточкиного хвоста для нас с вами сегодня ассоциируются, в первую очередь, с стенами Московского Кремля. Но они, собственно, принадлежат той самой традиции, которой принадлежат замок Вероне и которой принадлежит, конечно же, Кастелло Эстензе, в которую мы сейчас с вами и вернемся. Ну и еще вот один кадр Веронского замка, Кастельвекио. Кастельвекио переводится дословно «старый замок». А мы возвращаемся с вами в Кастелло Эстензе и видим, на мой взгляд, достаточно такой романтический кадр, который позволяет нам, опять-таки, оценить масштаб постройки, понять, насколько действительно она продумана с точки зрения защиты. Собственно, итальянские архитекторы, строившие крепость на Боровицком холме, действовали и исходили, собственно, из тех же самых установок. Но, как вы понимаете, любой замок не был только лишь местом для того, чтобы спастись во время осады, для того, чтобы выдержать нападение врагов. Это сооружения, которые постепенно превращались в истинные резиденции правителей. И Кастелло Эстензе в данном случае не исключение. И в этом замке появляются вот такие чудесные места, как, например, апельсиновый сад, который и сегодня существует в замке, и он разбит буквально на одну из террас. Это даже не под стенами, а на стенах замка. И еще одно замечательное помещение, которое я хотела бы вам показать, относится к более позднему времени. Это середина 16-го столетия. Это так называемые салоны Дэй Джокки или зал игр. К сожалению, те кадры, которые вы видите на экране, это кадры сделаны опять-таки после землетрясения 2012-го года. Поэтому многочисленные белые полосы на своде – это как раз работа реставраторов, которые фиксируют живописный слой на потолке для того, чтобы избежать его разрушения после землетрясения. Почему я хотела бы обратить ваше внимание на одно из помещений Костелло и Стензе, на именно этот зал? В середине 16-го столетия, а именно в 1569 году, в Феррару приезжает Пиро Легорио. Помните, что с ним как раз связано строительство виллы Дэсты. Он приезжает как архитектор, как антикварий ко двору Альфонса II Дэсты. И он разрабатывает весьма любопытную программу росписей, которая связана с обращением к античной традиции гимнастических игр, к разговору о греческих палестрах, которые очень интересовали их устройство, очень интересовало людей эпохи Возрождения. И появляются, в частности, издания, как, например, книга, вышедшая в Венеции в 1569 году, трактат пудуанского врача Джеролома Меркуриали, «Де арта джимнастика», то есть о гимнатическом искусстве. Фактически, это был такой список, сборник или собрание гимнастических упражнений различных игр, а также интерпретация того, что Витруви писал о греческих палестрах. И любопытно, что второе издание этой книги в 1571 году вышло уже с иллюстрациями пир-аллегории. И вот как раз с ним и связывают разработку программы росписи этого зала. Точно имена художников установить специалисты не берутся, но определенный список тех мастеров, которые в это время работали, он, конечно же, есть. И они делают вот эту замечательную роспись с использованием элементов, которые входят в моду еще в начале XVI века. Это то, что связано с традицией гротесков. И, безусловно, включая символы, геральдические символы семьи Деста. Вот в этом ромбе, но он для нас перевернутый сейчас в виде, предстает орел, белый орел на голубом фоне, и это геральдический знак семьи Десты. Но семья Десты, как мы уже с вами упомянули вначале, цитируя Муратова, переживала нешуточные страсти, и об этих страстях рассказывает и Костелло и Стензе. Потому что помимо таких поэтических уголков, как апельсиновый сад или салоны Дэйджоки, там есть и тюрьма. И башни дворца также служили тюрьмами, в которых не один десяток лет в заточении провели, например, братья Альфонсо I. А сейчас перед нами представители семьи Десты, Парезина Малатеста, которая была супругой Никола III Десты, и его сын, незаконно рожденный сын, Уго Десты, которые были заточены в казематы Костелло и Стензе. И, как мы можем с вами увидеть в путеводителях по Костелло, именно эта комната считается комнатой, в которой была заточена Парезина Малатеста. Так вот, в 1424 году они, спасаясь от чумы, были отправлены в одну из загородных резиденций семьи. И там они близко познакомились, и между ними вспыхнула страсть, которая не утихла, и после их возвращения в Феррару, безусловно, в какой-то момент все это стало известно Николу III. И, безусловно, он очень жестко отреагировал на это известие. Он не просто заточил их, через какое-то время он обезглавил и собственную жену, и собственного сына. И такие драматические, трагические истории были, конечно, в истории каждой семьи, правящей в итальянских городах. Были они и в истории семьи Десты. И сейчас перед нами как раз изображение Никола Десты, так же, как и изображение Парезины Малатесты и Уга Десты, оно взято из генеалогии Десты, которые мы с вами сейчас видим раскрыты в экспозиции музея Костелло и Стензе. Надо сказать, что Парезина Малатеста была представительницей еще одного рода, рода Малатесты, правившего в Риме, и, собственно, у своего дяди, правителя Риме, она фактически и воспитывалась. И, к сожалению, ее трагическая судьба потом, скажем так, тенью ляжет и на ее дочь Джиневру, о которой я скажу чуть позже. Ну, а Никола Десты мы можем увидеть и рядом с дворцом, напротив собора, конный памятник Никола Третьему Десты и соседний памятник Борса Десты. К сожалению, это не оригиналы, выполненные еще в эпоху Возрождения. Они были разрушены в время французского нашествия и восстановлены в 20-е годы уже 20-го столетия. Ну, представить себе, как выглядели правители, они нам позволяют. И эти памятники занимают особое ключевое положение, безусловно, в оформлении городского пространства и не случайно помещаются именно здесь, напротив дворца. Но прежде чем мы с вами пройдем в арку по сторонам, от которой размещаются памятники, несколько слов о конном монументе Никола Третьего. Арка для этого памятника была, скорее всего, выполнена по проекту Леона Батиста Альберти, который дважды, первый раз в 1438 году, приезжал в Феррару, которого, видимо, связывала крепкая дружба с сыном Никола Третьего Деста, Леонелло Деста. И считается, что одним из таких первых архитектурных проектов Альберти был как раз проект вот этой арки, которая действительно возводилась как своего рода пьедестал для конного монумента правителя Феррары. Тема конных памятников для скульптуры эпохи Возрождения имеет, конечно, особое значение. И, безусловно, здесь феррарскому произведению тоже принадлежит свое место. Единственное, еще раз напомню, что мы с вами сегодня видим более позднее его воспроизведение. Ну, а что касается, собственно, дворца, его можно именовать дворец Десты, но сегодня его чаще называют Палаццо Коммунали, то есть Коммунальный дворец или Муниципальный дворец, потому что после того, как Десты покинули Феррару в 1598 году, поскольку город вошел вновь под власть папы, вошел в папскую область, то герцоги Десты перебрались в Модену и перестали, соответственно, пользоваться дворцом, где разместилось, собственно, орган городского самоуправления. Ну, а что касается дворца, то начали его строить еще, как я говорила, в 13-м столетии при первом правителе из семьи Десты, но основной свой облик дворец получил уже в 15-м веке. Ну, и как вы видите, и вот в архитектуре дворца, так же, как и в архитектуре крепостей, используются сходные элементы. И вообще надо сказать, что дворцы, не только дворцы правителей, но и коммунальные дворцы в Италии, особенно на севере Италии, строились по тем же принципам, что и крепости. Толстые стены, небольшие окна, мощный такой оборонительный характер всего внешнего облика, а внутри двор, в котором, собственно, и развивалась вся основная жизнь. И дворец герцогов Феррара в данном случае не исключение. Мы с вами видим двор и знаменитую лестницу этого двора. Это то немногое, что осталось от архитектуры, которая была здесь внутри дворца. Дело в том, что при еще одном сыне Никола III, Эр-Калидесты, в Ферраре очень активно организовывались представления театральные, и частью дворца стала Сала Гранде, большой зал, в котором проходили театральные представления. К сожалению, от нее ничего не осталось, но фактически, благодаря вот этим пристройкам к зданию дворца, Феррара стала первым городом, в котором появился театр новой со времен античности или первой со времен античности. От дворца сначала Эр-Калид, а затем Альфонсо I Десты строят такой крытый переход, крытую галерею к замку, к Костелло Эстензе. По поводу, еще один нюанс, на который хотел бы обратить внимание. Значит, семья Десты с конца XIII века живет в дворце, но при Эр-Кале Десты, то есть в конце XV столетия, они практически полностью переселяются уже в замок, и, собственно, вот в период этого перехода, обитания семьи в Костелло Эстензе и происходит обустройство этого перехода, который вошел в историю под названием Виа Коперта, то есть крытая улица, и два ракурса, точнее, последовательно, сначала одна часть, потом вторая, которая уже, собственно, непосредственно примыкает к замку, мы с вами сейчас видим. И обустройством, основным обустройством помещений Виа Коперта занимался уже Альфонсо I, сын Эр-Кале Десты. Фигура крайне примечательная. Мы сейчас с вами видим два его портрета. Справа портрет школы Тициана или копия с работы Тициана, а слева портрет работы Досси, одного из феррарских художников. Я бы хотела обратить внимание на правый портрет. Я не знаю, насколько вам видно, что правая рука герцога опирается на пушку. Любопытно, что Альфонсо I был не только страстным покровителем искусств, в чем мы сейчас с вами убедимся, но он еще и не только, естественно, военное дело было среди его интересов. он действительно сумел вести такую политику, что для Феррара период его правления стал одним из достаточно спокойных периодов при всей напряженности внешнеполитической ситуации, которая была в тот момент в Италии. А речь идет о первой четверти 16-го годолетия. Так вот, у него была страсть еще и к артиллерии, и в частности к литейному делу. И даже известен тот факт, что статуя, заказанная Микеланджело, выполненная из бронзы, была им переплавлена, и, соответственно, сплав был использован для изготовления пушек. Поэтому я думаю, что здесь пушки появляются не только как атрибут человека военного, но и как действительно такой предмет особого внимания, особого интереса этого удивительного правителя Феррары. Ну а что касается Альфонсо Деста как покровителя искусств, об этом достаточно обширная литература существует, и достаточно подробно изучено то, что он собственно делает в помещениях на Виа Коперто. Так называемые камерини, маленькие комнаты. Их иногда называют алабастровыми или алебастровыми комнатами, хотя в основном все-таки был мрамор или живописные произведения. Это несколько помещений, которые были оформлены по заказу Альфонса Первого Десты, и как вы понимаете, оформление этих помещений выполнялось в соответствии с совершенно определенной хорошо продуманной программой. И часть из оформления этих помещений хранится в Государственном Эрмитаже. Так называемая мраморная комната была оформлена рельефами Антонио Ломбарда, принадлежавшего к семье знаменитых венецианских скульпторов Ломбарда. И эти рельефы представляют собой удивительные такие произведения, воплощающие именно классический вкус собственно их заказчика и тонкое понимание классического наследия самим скульптором. Безусловно, как мы с вами видим на экране, выбраны были античные сюжеты. Первое, что мы с вами видим, два ключевых рельефа для оформления мраморной комнаты. Это спор Афины с Посейдоном слева и кузница Гефеста. Программа мраморной комнаты достаточно детально изучена. И в частности одним из сотрудников нашего музея Павлом Алешиным у него несколько лет тому назад вышла замечательная статья, посвященная этому произведению и этому ансамблю. Ну и, как я уже сказала, хранятся все рельефы из мраморной комнаты в государственном эрмитаже. На следующем кадре мы с вами видим еще два рельефа, всего их было 28. Внизу подвиги Геракла, а наверху рельеф из орнаментального оформления мраморной комнаты в центре этого рельефа мы с вами видим вновь изображение орла, героического знака семьи Десты. Но надо сказать, что скульптурными произведениями Альфонсо не удовлетворился и не ограничился. и судя по всему после того, как были выполнены рельефы для мраморной комнаты, он начал вести очень активную деятельность по тому, чтобы заказывать для оформления еще одного помещения в этих покоях живописных произведений. Он хотел оформить работами на мифологические вновь мифологические сюжеты студиола. Студиола это комната для ученых занятий, это совершенно особый тип помещения, который вырабатывается, скажем так, формируется в эпоху возрождения, естественно, не без влияния античной традиции и не без ориентации на оную. Студиола действительно была местом для того, чтобы изучать литературные памятники, произведения из собственной коллекции для того, чтобы в тишине и покое в окружении прекрасных произведений искусства погружаться в античный мир прекрасными творениями полный. И это была замечательная традиция, формировавшаяся на протяжении всего 15 столетия, и Альфонсо I эту традицию продолжает и заказывает он ни много ни мало Рафаэлю. В 1514 году Рафаэль получает этот заказ, они ведут переговоры, это хорошо известно по сохранившейся и опубликованной переписке, но получилось так, что Рафаэль в последние годы жизни, а умер он в 1520 году, был исключительно занят, заказов было много, это были в первую очередь заказы папы, и на работу для Альфонса, видимо, ему не так, чтобы очень хватало времени. Кроме того, там возникла неприятная ситуация, когда Рафаэль получил информацию о том, что предложенный им эскиз был якобы использован другим художником для создания уже живописного произведения, это вызвало у него, естественно, крайне негативную реакцию, потом всесь этот скандал, что называется, был приглушен, ситуация разрешилась, он готов был начать работать, но скоропостижно скончался, и заказ, который ученики его все-таки хотели завершить, для Альфонса уже в таком виде был неинтересен. Но вот сохранился рисунок, который, собственно, сейчас перед нами, который следователи связывают именно с подготовительной работой к картине для Альфонса I, для его Студиола. Это «Триумф Вакх в Индии», такой был выбран сюжет, и вообще все сюжеты вращались вокруг вакхической темы и темы, связанные с Венерой, поклонения Венере. Это еще один сюжет, который в данном случае был заказан флорентийскому мастеру Фрабол Бартоломео в 1516 году. Он также начал работу над композицией, но, к сожалению, тоже не смог довести ее до конца. Фраболомео умирает, работа не выполнена, и заказ на эту тему, как мы с вами увидим, выполнит потом другой художник. Некоторые исследователи выражают большое сожаление, что Фраболомео не удалось завершить, довести начатое до конца, потому что в таком бы случае это была единственная работа этого монаха-художника, доминиканского монаха, на мифологическую тему. И в результате основные работы, которые выполнены были для студиола Альфонсо Первого, это работы венецианцев Джованни Беллини и Тициана. Джованни Беллини уже на склоне лет пишет картину, которую мы с вами видим слева, и затем соответственно тему продолжает Тициан, он пишет несколько работ по заказу Альфонсо Первого в конце десятых, начале двадцатых годов шестнадцатого столетия. То, что мы сейчас с вами видим, произведения, хранящиеся в различных музеях мира, после того, как Десты покинули Феррару, часть их коллекции действительно оказалась перемещенной, во-первых, в Рим, а во-вторых, впоследствии рассеянной по миру, поэтому приходится прибегать к таким, что называется, реконструкциям, одну из которых мы с вами чуть позже увидим. Еще две работы Тициана, это как раз поклонение Венере, тема, которая была взята у сюжета, который был заказан изначально Фра Бартоломео. И, конечно же, знаменитое и, наверное, самое впечатляющее произведение из выполненных для Студиола, это работа Тициана, хранящаяся в Лонской национальной галереи, Вак и Ариадна. Такая удивительная динамика, такой потрясающий колорит. Мы видим в этом произведении сюжет, для которого, конечно же, был продуман изначально и вдохновлен в первую очередь произведениями Овидия, в то время как большая часть других работ, выполненных для Студиола, вдохновлялась филостратом, картинами филострата. Ну и та реконструкция, о которой я вам говорила, вот сейчас перед нами вы видите собственно в одном из помещений феррарского дворца копии, размещенные на стенах, которые нам позволяют представить, отдаленно представить, как это могло выглядеть при Альфоносе Первом. Ну и помимо работ Тициана и Беллини, уже нам знакомых, мы с вами видим и работу, копию работы Досси, которая, Досса-Досси, это феррарский художник, то есть преимущественно работавший в Ферраре как раз по заказам Альфонсо Первого, которая, возможно, тоже была выполнена именно для Студиола в Феррарском дворце. Когда я говорила о традиции, я, конечно же, имела в виду и, скажем так, ближайшие аналоги. сестра Альфонсо Первого, Изабелла Десте в Мантуе, в Костел де Сан-Джорджо, организует Студиола для себя и заказывает, это реконструкция, как вы понимаете, и заказывает работы для своей Студиола лучшим художником того времени. Она это сделала несколько раньше, чем Альфонсо Первый. Альфонсо Первый в определенной степени шел по ее стопам и обращался даже к тем же художникам, правда, и Изабелла от некоторых получила отказ, и Альфонсо тоже. Что касается работ для Студиола в Мантуе, то они сейчас в основном хранятся в Лувре, в частности, две знаменитые работы Мантени и работы Кареджо. Ну, а об Изабелле Десте следует говорить особо, отдельно. Это действительно уникальная личность, и это женщина, которая вошла в историю, ну, фактически, это первая женщина-меценат, причем она действительно такую последовательную политику покровительства искусством, и, безусловно, эти ее наклонности, эти ее стремления были взращены в при Феррарском дворе, в атмосфере ее семьи, которая на протяжении многих десятков лет действительно испытывала не просто интерес, а истинную и страстную любовь к искусству, к литературе, ибо Феррарский двор был еще и местом, любимым поэтами того времени, это и Боярды, и Ореосты, и Тарквата Тасса, и Изабелла Десты, можно сказать, такая блистательная представительница своего рода, своей семьи, которая большую часть жизни, как мы уже с вами говорили, провела в мантуе, и, безусловно, повлияла на, скажем так, эволюцию и мантуанских вкусов, и мантуанского двора. И еще об одной женщине хотелось бы сказать несколько слов. Перед вами слева сестра Альфонса Первого, а справа его вторая супруга Лукреция Борджи. Альфонс Первый был третьим мужем Лукреции, и брак этот вызывал некоторые опасения и сомнения у Альца Альфонса Первого, у Эркали Первого Десты, Но в результате брак состоялся, ну и как вы, наверное, можете себе представить, снова разгорелись нешуточные страсти. Лукреция Борджи была дамой крайне, я бы сказала, неоднозначной, и по сей день она окружена мифами, и многое из того, что сегодня можно о ней услышать документально, конечно же, не подтверждается, но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и она выступала как представительница семьи Десты, потому что и она испытывала интерес к тому, чтобы обустраивать Феррару. Лукреция строит дворец на новых территориях, которые до этого обустраивал, незадолго до этого обустраивал ее тесть Теркали Первый. Она состоит в очень интенсивной переписке с одним из крупнейших поэтов ее времени Пьетро Бембо. Ну, конечно же, говорили о том, что это была не просто такая платоническая история, но и любовная связь. Портрет, который вы сейчас с вами видите, портретом все-таки мы называем условный, конечно, под вопросом изображена ли здесь именно Лукреция Борджи, но традиционно это одно из таких самых известных изображений, связанных с ее именем. И вот в таком окружении существуют Альфонсо, такие женщины, можно сказать, его вдохновляют, хотя иногда и заставляют переживать бурные весьма эмоции, ну и своего рода музы, и музами увлекая, точнее, тема муз была очень важна и для Лионелла Десте, собственно, дяди Альфонсо I и Изабеллы, и именно музам посвятил свое студиоло в Больфьоре Лионелла Десте. Лионелла Десте был внебрачным сыном Никола Третьего, но Никола Третьей высоко ценил качество Лионелла, и именно ему он завещал наследование правлением Феррары, и Лионелла Десте стал одним из таких наиболее ярких представителей династии, и он собственно превратил Феррару в тот центр притяжения, которым она потом уже была в течение нескольких лет. Он правил Феррары с 1444 по 1451 годы, и он собственно первым из семьи Деста стал активным прокровительством литературе и искусством. Я уже говорила о том, что он был дружен с Альберти, и Альберти именно Лионелла Десте посвящает свое первое литературное произведение латинскую комедию Филадоксус Славолюб. Любопытно, кстати, сказать, что Альберти так изящно владел латынью, что у многих современников в течение достаточно длительного времени было устоявше ся мнение, что это настоящее римское произведение. написанное древнеримским автором. Я не случайно вспоминаю все эти детали для того, чтобы сказать о том, в какой атмосфере, в каком окружении существовали представители этой семьи и какое окружение они сами вокруг себя создавали. И вот Лионелло организует свое студиоло, как вы понимаете, раньше, чем Изабелла и Альфонсо, в Бельфьоре. Бельфьоре это одна из загородных резиденций, которые называют делиция. То есть резиденции предназначены, не очень большие, надо сказать, предназначены для наслаждения, для приятного времяпрепровождения. И у Лионелло любимой такой резиденции был дворец, небольшой дворец в Бельфьоре. К сожалению, он не сохранился, его еще в конце 15-го столетия разрушили, но сохранились живописные произведения, которые были выполнены Козимо Тура и его мастерской об этом художнике мы уже сегодня с вами говорили. Это действительно крупнейший мастер Феррарской школы живописи, собственно, глава ее. И именно с именем Козимо Тура связаны произведения, оформлявшие студиолы в Бельфьоре. И две работы из этого цикла мы сейчас с вами видим. но не только феррарские художники получали заказы от Лионелла Десты. Пизанелла несколько раз портретирует Лионелла Десты не только живописные работы, портрет, который мы сейчас с вами видим, но и медали. И собственно получилось так, что с именами Пизанелла, Антонио Пизанелла и Лионелла Десты связано фактически возрождение медальерного жанра со времен античности. Естественно, ренессансные мастера смотрели на предшествующую эпоху, которая их вдохновляла. И очень долго в портрете раннего возрождения живописном сохраняются профильные изображения, что как раз происходит из традиции медальерного искусства. Ну и сейчас мы с вами видим здесь два портрета. Не только Лионелла Десты, но и его сестры Дженевры Десты. Лионелла Десты был незаконно рожденным сыном Никола Третьего. А Дженевра Десты была его законной дочерью, его и той самой Парезины Малатесты, о которой шла речь. Ну, небольшое, конечно, я должна сделать замечание, что женский портрет, который мы сейчас с вами видим, исследователи связывают с именем Дженевры. Документального подтверждения в данном случае нет, но наиболее распространенная версия о том, кто изображен на этом портрете, хранящемся в Лувре, связывается как раз с именем сестры Лионелла Дженевры. Ее, как и ее мать, в общем, тоже постигла такая незавидная участь, она очень рано умерла, и, судя по всему, она была отравлена. Отравлена мужем, с которым она обручилась в очень раннем возрасте, чем через семь лет после обручения она внезапно скончалась. Ее мужем был Сиджизмонда Малатеста, правитель Римени и один, наверное, из самых неприятных людей того времени, которым еще среди его современников ходила весьма дурная слава. Материал, который позволяет нам сделать выводы о том, кто же изображен на этом портрете, это небольшие изображения на костюме девушки. Во-первых, ветка можжевильника, который мы видим, прикрепленный к ее платью, а по-итальянски можжевильник Джинеппро, и это традиционное созвучие, которое использовалось в искусстве портрета, для того, чтобы указать на имя модели, а также вот это импреза, или вот такой живописный девиз, символ аллегорический, который традиционно связывают семью и десты. Стеклянная ваза, сквозь которой прорастают ветки растений. Вообще, надо сказать, что символика, и в частности символика, которая была связана с астрологией, были крайне популярны при дворе Десте, и в частности очень увлекался астрологией Борса Десте, брат Лионелло, который правил Феррари после смерти брата. Борса был также незаконно рожденным сыном Никола Третьего, и он проводил определенную политику для легитимизации собственной власти. Если говорить о вещах, касающихся резиденции семьи Десте, то Борса, памятник которого мы с вами видели, занимается их обустройством. Если у Лионелла любимой резиденцией была Бельфьоры, то для Борса Деста такой любимой резиденцией становится Палаццо Скифаноя. Палаццо Скифаноя начинают строить до Борса. Борса надстраивает второй этаж и очень активно занимается оформлением внутренних помещений, покоев Палаццо Скифаноя. Скифаноя в переводе с итальянского означает «прогнать скуку нескучный от Скифара и Нойя». И сейчас перед нами современный облик дворца. Сегодня Палаццо Скифаноя находится в черте города. Не так близко, расстояние не такое незначительное, как между дворцом и Костелло и Стензе, но в черте города. В период правления Борса Десты была резиденция, расположенная за городскими стенами и тоже относившаяся к разряду тех самых делицы, которые так любила семья Десты. При Борсе Десты оформляют портал Палаццо Скифаноя. Я хотела бы обратить ваше внимание на одну деталь этого портала. Это фрагмент рельефа, который вот здесь размещен, с изображением единорога, опустившего изящно свой рог вниз. Вот тело единорога и тут собственно рог опущенный вниз. Несколько необычная согласитесь постановка фигуры. И есть весьма любопытное тому объяснение. Еще в античные времена существовала легенда о том, что отравленную змеями воду мог обезопасить единорог, опустив в нее свой волшебный рог. Ну и исследователи, которые занимались этим вопросом, полагают, что есть две причины, по которым Борса Деста был так привязан к этой эмблеме. Во-первых, причина чисто практическая, собственно, территории, которые находились в ведении под властью семьи Деста, не слишком с точки зрения воды и земли благоприятной, об этом даже Муратов пишет. И, собственно, вода, которая была доступна, не была должного качества. Это одна из причин. А вторая причина политические аллюзии, которые возникают в данном случае. Борса Деста, скажем так, как такой противник Милана и противник Висконти, носит такую очищающую, очистительную струю в политическую жизнь Италии и, соответственно, феррарского герцогства в первую очередь. Планы Палацца Скифаноя нас, собственно, интересует тот самый второй этаж, в котором расположены несколько помещений, два из которых мы сейчас с вами посмотрим. Первое это зал стуков, стуковых рельефов, и второй зал это зал месяцев. Сдал стуковых рельефов известен, безусловно, гораздо меньше, чем зал месяцев, палацца Скифаноя, но тоже весьма и весьма любопытен. Его оформляют, украшают изображениями ключевых основных добродетелей, которые помещаются, халегорические фигуры помещаются в нишах, а между ними медальоны, поддерживаемые пути, в которых мы вновь можем видеть герб семьи Десты и все того же единорога. Значит, как и у многих правителей, у семьи Десты был герб семьи, но у каждого правителя были вот те эмблемы, которые он выбирал лично для себя сам, такие персонализированные. Единорог, с которого мы начали разговор о палаце Скифаноя, он был как раз такой эмблемой Борса. Видим мы эту эмблему и в зале стуков. Но, конечно, главное помещение палаца Скифаноя, ради которого все в него стремятся, это знаменитый зал месяцев, который, к сожалению, очень сильно пострадал со временем. Фрески были заштукатурены, в какой-то момент буквально случайно обнаружены, и, к сожалению, не весь ансамбль сохранился в должном, видите, в должном, в должной степени сохранности. когда мы начали разговор о Борсе, о палаце Скифаноя, я упомянула о внимании к теме астрологии, и, собственно, именно астрологические символы размещаются в центре росписи. Значит, росписи палаца Скифаноя датируются 69-70-ми годами, и здесь, собственно, работали практически все представители феррарской школы, основные это уже был, конечно, в первую очередь Франческо Делькоса. Значит, для росписи была выбрана, в общем-то, фактически та же самая тема, что мы видели с вами на портале собора. Это месяцы, но гораздо более сложной, хотя очень четко выстроенной интерпретацией. Мы с вами видим три яруса по горизонтали. Центральный ярус это ярус с изображениями астрологических символов месяца и астрологических символов трех декад каждого месяца. Над ними, то есть самый верхний ярус, располагаются изображения триумфа божеств, триумфов божеств, или триумфа того божества, который этому месяцу покровительствует. А внизу собственно тот ярус, который оказывается лучше всего виден зрителю и который занимает наибольшую площадь, он отведен под изображение жизни двора Борса Десты. И в каждой сцене мы видим изображение собственно самого Борса и мы видим изображение его свиты. Считается, что многие из этих изображений портретны. Мы видим изображение Феррары и мы видим конечно же изображение вот тех самых сезонных работ о которых мы говорили некоторое время назад применительно гораздо более раннему памятнику. Вот сейчас перед нами как раз фрагменты это изображение Марта сложная программа касающаяся и затрагивающая астрологическую тему скорее всего была разработана Пелегрина Пришани эта личность была примечательна и выделялась даже в такой богатой на индивидуальности Феррари последней четверти пятнадцатого столетия. Приглено Пришани пользовался покровительством Борса и соответственно Эркали и он активно работал для правителей и писал трактаты и писал работы посвященные теме астрологии потому что безусловно здесь чувствуется рука человека что называется погруженного в тему и понимающего все нюансы но для феррарского двора это не было удивительно ну а что касается изображений сезонных работ то два фрагмента точнее это более крупный а это более точнее более крупный фрагмент этой композиции практически в общем редко данная часть росписи публикуется развивается вот жизнь течет жизнь людей окружающих Бурса и не только даже его свиты но и простых в основном конечно внизу изображены сельские жители окрестностей феррары которые придаются различным занятиям в соответствии с тем что происходит в том или ином месяце ну а в этой композиции это изображение мая прошу прощения значит здесь я хотела бы обратить внимание на вот эту часть композиции надеюсь вам видно что здесь изображены скачки и это не просто некоторая абстракция а это изображение праздника аналогичного сиенскому палео это скачки которые устраивались в феррари каждый год на праздник святого Георгия святой Георгий ему же не просто так был посвящен собор он был покровителем города и естественно главный городской праздник это праздник святого покровителя и это было действительно крайне увлекательное будоражащее воображение жителей действо к которому долго и основательно готовились ну и среди как я уже говорила многочисленных изображений мы встречаем портреты неоднократно портреты самого Борса Десты здесь он сейчас перед нами и наличие портретов в росписях палаца скифаной в росписях зала месяцев ставят этот памятник совершенно особое положение потому что это первый памятник со светскими сюжетами памятник монументальной живописи в котором появляются портретные изображения не религиозные сюжеты в которые включены портретные изображения современников а именно собственно изображения окружающего действительности современных художнику эпизодов из жизни и действительно палаццо скифаной с одной стороны отображает определенную тенденцию с другой стороны появляется чуть раньше чем например росписи той же самой камеры де лиспози в мантуе которые появятся буквально несколькими годами позже и которые будут выполнены Андреа Монтенни ну и безусловно Борса что называется передал образы правления Феррарой не менее достойному представителю семьи законорожденному сыну Никола Третьего Эркале Десте который начинает активную деятельность по строительству собственно самого города он предпринимает крайне такой масштабный и весьма амбициозный проект по расширению города и эта часть была видна и я обратила ваше внимание на это на плане который мы видели с вами в начале та часть города к северу на север которая получила название одиционе эркуане то есть то что добавлено было при Эркале первом Эркале Десте был разносторонним человеком с разносторонними интересами но здесь один из его портретов которым он представлен в первую очередь как воин медаль на котором мы видим изображение его и его супруги представительницы Арагонской династии Элеонора Арагонской и мы сейчас вспомним с вами об этой связи связи с Неаполем именно в Неаполе в середине 15 столетия царилась Арагонская династия собственно оттуда и приезжает Феррару Элеонора именно эта женщина решила окончательно обосноваться в Костелло и Стензе ну а возвращаясь к разговору о строительстве Феррары значит достаточно то есть фактически удваивается идея Эркалидеста была фактически удвоить территорию Феррары и эти новые земли должны были быть застроены по регулярному плану это опять-таки обращение к античной традиции в частности к традиции организации планометрической организации римских военных лагерей и этот амбициозный проект начинают выполнять но конечно в полном объеме выполнен он не был Эркалидеста призывал жителей знатных жителей Феррары строить дома на этих новых территориях и по его приказу строится для его брата Сиджизмонда на этих самых новых землях здание которое вошло в историю архитектуры как палаццо де диаманти бриллиантовый или алмазный дворец в итальянском языке нет двух слов одно почему чуть позже скажем собственно стоит палаццо де диаманти на пересечении тех самых двух главных артерий новой территории Феррары они пересекаются под прямым углом и собственно палаццо де диаманти безусловно имеет еще и градостроительное значение важное ключевое место в этой новой градостроительной структуре он занимает строительство дворца так же как и вот этот грандиозный градостроительный план связывают с именем Бьяджи Рассетти Бьяджи Рассетти был болонским архитектором который собственно предложил вот такую замечательную идею и который собственно занимался перепланировкой Феррары надо сказать что Феррара фактически была одним из первых городов подвергшихся перепланировке и благодаря усилиям Бьяджи Рассетти благодаря предложенному им плану Эркали удалось сделать из Феррары некое подобие идеального города Ренессанса причем надо сказать что только скажем так вот такая воля правителя фактически монарха позволяла осуществить такие идеальные проекты Бьяджи Рассетти был на службе у герцогов Десты в период с 1465 по 1515 годы и он безусловно находился под влиянием идеи Альберти ну и конечно того что было подчеркнуто из знаний изучения античной архитектуры ну вот и он возводит этот новый роскошный дворец название которого собственно происходит от 8500 мраморных блоков которые оформляют фасады дворца это мраморные пирамиды такого плана оформления фасадов было распространено но не всегда имело такую форму да через трехгранной пирамиды как мы сейчас с вами увидим на следующих кадрах а такого плана пирамиды сразу же такого вида простите рост он сразу же ассоциировался с алмазом да граненым и отсюда и название палаццо де диаманти вот еще несколько фрагментов значит для того чтобы фасад оформленный этими квадрами камня не выглядел монотонный бьяджо рассетти очень умело и очень точно размещает рельефы и возникает такой удивительный весьма тонкий эффектный контраст между строгой геометрией бриллиантового роста и вот этими изящными изгибами рельефов кроме того вот эти пилястры они несут еще и важную композиционную роль они держат угол здания таким образом визуально скажем так не растекается ту же самую функцию конечно же несет и балкон причем мы с вами видим как он оформлен снизу эффектно розетками и главный вход главный фасад дворца также оформлен этими прекрасными резными пилястрами который мы можем фрагмент который мы можем посмотреть крупнее и посмотреть на собственно эти бриллиантовые грани любопытно что в двухъярусной структуре в первом этаже вершины пирамид обращены вверх а во втором этаже вниз то есть они скажем так чуть-чуть направлены к центру и это опять-таки придает определенную живость и пластичность всему этому фасаду ну и еще несколько фрагментов надо сказать что Биаджи Рассетти конечно дал такое наиболее законченное решение оформление фасада таким видом роста но он был не единственный у него действительно получился бриллиант который уже не требует дальнейшей огранки но у него были предшественники в частности несколькими годами раньше появляется вот этот дворец строят его в Болонии если палацци до Диаманти начинают строить в 1493 в 1494 годах во всяком случае к 1494 году относятся документы в которых уже речь идет о строительстве то палаццо Бавиляква или полное его название Санутти Бавиляква дельяриости в Болонии строится в первой половине 80-х годов и мы с вами видим что здесь присутствуют варианты бриллиантового роста наверху во втором ярусе мы с вами видим вот такие же квадратные сечения четырехгранные пирамиды а в нижнем ярусе мы видим прямоугольное руст форма которого тоже бытовало в то время но скорее всего на север Италии приходит эта традиция с юга это Неаполь это церковь Джезу Ново и это современное ее название поэтому я обращаю ваше внимание значит на самом деле церковь Джезу Ново это собственно сооружение которое было построено с использованием что называется более ранней конструкции и фасада это сооружение палаццо Сан Саверино значит в 1470 году для семьи Сан Саверино а точнее для рабетор Сан Саверино князя Салерно был построен дворец в Неаполе архитектором новелла до Сан-Лукану и как я уже сказала в последствии когда представители семьи вынуждены были покинуть город когда имущество их конфисковали то дворец был передан иезуитам и иезуиты уже в конце 16 века начали строительство церкви но оставили фасад видимо действительно это была такая впечатляющая деталь архитектуры с которой они конечно не хотели расставаться значит вы видите такую же форму бриллиантового роста и те же самые пирамиды в данном случае они выполнены напомню что мы в Неаполе из лавы везувия масштабы здесь куда более впечатляющие у самих квадр роста но форма при этом остается той же вот еще несколько фрагментов и собственно разговор о бриллиантовом русте хочется закончить фрагментами еще одного фасада который тоже связан с именами итальянских архитекторов это фасады грановитой палаты московского кремля это часть дворца построенного для Ивана Третьего приехавшими по его приглашению итальянскими мастерами и как вы видите здесь конечно форма роста ближе к тому что мы видели с вами в Болонии но вот эта глубинная родственная связь безусловно конечно здесь присутствует и таким образом мы с вами сегодня посмотрели на некоторые грани феррары при этом под новым углом зрения взглянув и на наше сокровище на московский кремль ну и конечно же во всей нашей сегодняшней истории во всем нашем сегодняшнем разговоре мы постоянно говорили о семье дэсты потому что именно они так огранили этот алмаз что он стал играть всеми волшебными гранями и этот маленький феррарский двор как писал когда-то Муратов был первым и старейшим двором в Италии и от этой традиции многое произошло и фактически многие европейские дворы более позднего времени вдохновлялись тем что было в Ферраре спасибо большое за внимание да пожалуйста